С начала текущего года сотрудники прокуратуры выявили 160 нарушений закона. Принесено 17 протестов на незаконные правовые акты. В суд направлено 18 исковых заявлений. Внесено 20 представлений об устранении нарушений закона. По материалам прокурорских проверок возбуждено два уголовных дела. По требованию прокуратуры города освобождена от занимаемой должности начальник территориального отдела службы ветеринарии. Вступившую в законную силу решение Муравленковского городского суда от 11 сентября 2013 года заместитель начальника государственного бюджетного учреждения Ноябрьский центр ветеринарии была признана виновной в совершении коррупционного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 2192 Уголовного кодекса Российской Федерации, служебный подлог. Учитывая, что государственное служащее после совершения преступления продолжало оставаться в занимаемой должности, прокуратурой города была направлена соответствующая информация в адрес ее руководителя, а именно в адрес руководителя службы ветеринарии ЕНАО, по результатам рассмотрения, которое было принято решение о ее увольнении в соответствии с требованием трудового законодательства. Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства о порядке оказания медицинской помощи лицам, подвергшимся преступным посягательствам. В ходе проведенной проверки было установлено, что 8 декабря в приемное отделение городской больницы с проникающим ножевым ранением живота поступила одна из жительниц города. По результатам осмотра ее врачом-хирургом пациентка была отпущена домой. Вместе с тем при нахождении ее по месту жительства ее состояние резко ухудшилось, что потребовало ее госпитализации для проведения экстренного оперативного вмешательства. В связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи прокуратурой города Муравленко главному врачу городской больницы было внесено представление с требованием об устранении нарушений закона. В ходе проверки дефекты оказания медицинской помощи, указанные в представлении, нашли свое подтверждение. Врач, осматривавший пациентку, был привлечен к дисциплинарной ответственности. Ему объявлен выговор. Также в настоящее время органам внутренних дел по данному факту проводится процессуальная проверка в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по итогам которой действием медицинского персонала, а лечебного учреждения будет дана уголовно-правовая оценка. В результате проведенной проверки соблюдения законодательства об образовании прокуратурой было установлено, что положение о школьной форме в ряде общеобразовательных учреждений города препятствует реализации гарантированной Конституции Российской Федерации права на получение образования. Так, в частности, в школе номер 3 было принято положение о форме учащихся, которое предусматривало право администрации образовательного учреждения не допускать к образовательному процессу учащихся, которые явились в школу без школьной формы. Вместе с тем данные пункты положения прямо нарушали конституционные права учащихся на образовании и ставили право получения образования учащимися в зависимости от их материального положения. Аналогичные нарушения, выразившиеся в нарушении прав учащихся, были выявлены также еще в трех других образовательных учреждениях, в связи с чем на незаконные правовые акты прокуратуры города были внесены протесты. В настоящее время протесты удовлетворены. Нормативные правовые акты образовательных учреждений приведены в соответствии с действующим законом. Приговором Муравленковского городского суда 21 февраля 2014 года за пособничество в покушении на приобретение аналога наркотических средств осужден несовершеннолетний житель города. Сторонное обвинение в суде доказано, что в апреле 2013 года подсудимый, оказывая содействие своему знакомому в приобретении наркотического средства, через сеть интернет у неустановленного лица заказал аналог наркотического средства и оплатил за указанные вещества, денежные средства через платежный терминал в размере 5000 рублей. После получения также посредством сети интернет информации о месте нахождения данного наркотического средства, он сообщил ее своему знакомому, который и забрал аналог наркотического средства по месту его нахождения. С учетом позиции государственного обвинителя, подсудимый был осужден к наказанию в виде двух лет лишения свободы, однако, учитывая признание вины и раскаяние его в содеянном, данное наказание было постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года. В настоящее время приговор в законную силу не вступил. В декабре 2013 года по результатам проведенной прокуратуры города проверки было установлено, что один из жителей Муравленко оформил и подал в отдел миграционной службы выдавление о временном прибытии в свою квартиру 20 иностранных граждан. Данные сведения были проверены сотрудниками полиции. По итогам проверки было установлено, что фактически иностранные граждане по месту регистрации не проживают, в связи с чем прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о признании регистрации по месту нахождения иностранных граждан недействительной и снятие их регистрации по месту нахождения. Накануне решения Муравленкоского городского суда исковые требования прокурора были удовлетворены. В настоящее время исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры города. Федеральным законом от 28 декабря 2013 года, номер 433 ФЗ, Уголовный кодекс дополнен статьей 280.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой в настоящее время установлена уголовная ответственность за публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Ранее уголовным законом такая ответственность не устанавливалась. В соответствии с указанной статьей публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, будут наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет. Те же действия, совершенные с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационной сети, интернет, будут наказываться обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Указанные изменения в уголовное законодательство вступят в силу с 9 мая 2014 года. Прокуратурой по обращению жителей была проведена проверка соблюдения Управлением Пенсионного фонда России по городу Муравленко требований законодательства при начислении и выплате пенсии. Так, по результатам проверочных мероприятий было установлено, что один из пенсионеров, переехавших не так давно на территорию города Муравленко, длительное время не получал пенсию. Причиной этого явилось халатное отношение к исполнению своих служебных обязанностей со стороны сотрудников местного управления Пенсионного фонда, которые своевременно не приняли мер к истребованию документов, подтверждающих назначение ему пенсии по прежнему его месту жительства. В связи с чем человек не мог получить на протяжении полугода пенсию, которая была назначена ему по старости, и фактически оставили его без средств к существованию. Только после вмешательства прокуратуры города права гражданина были восстановлены, и было решено выплате ему пенсионных выплат. Кроме того, было допущено бездействие сотрудников управления Пенсионного фонда и при перерасчете пенсии, поскольку имелись все основания для того, чтобы пересчитать страховой стаж, но его заявление своевременно рассмотрено не было и также оставлено без внимания. По итогам проверки прокуратуры города было внесено представление в адрес управляющего отделения Пенсионного фонда России, и по результатам рассмотрения которого начальник управления Пенсионного фонда по городу Муравленко был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора, и были приняты немедленные меры к устранению выявленных нарушений закона. Прокуратурой города проведена проверка исполнения отдела Министерства внутренних дел России по городу Муравленко требований законодательства при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях. В ходе проведенной проверки было установлено, что 23 октября 2013 года водитель одного из автомобилей, остановившись на перекрестке улиц Нефтяников и Губкина в городе Муравленко, из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, нанес телесные повреждения потерпевшему. Дознаватель органов внутренних дел, посчитав, что данное преступление относится к уголовным делам частного обвинения, возбуждаемых не иначе, как по заявлению потерпевшего, направил соответствующие материалы проверки в мировой суд для рассмотрения по существу. Вместе с тем, учитывая, что данные действия были совершены из хулиганских побуждений, то есть квалификация действий подсудимого, действий лица, который нанес телесные повреждения, охватывалось пунктом А, ч. 2 ст. 116 УК РФ, то есть причинение легкого нанесения побоев из хулиганских побуждений. Незаконное постановление органа дознания о передаче материалов в мировой суд было отменено. В настоящее время органам внутренних дел возбуждено уголовное дело по пункту А, ч. 2 ст. 116 УК РФ. По данному уголовному делу производится предварительное расследование в форме дознания. По требованию прокуратуры города возбуждено уголовное дело по факту причинения гражданину тяжких телесных повреждений. В отдел МВД России по городу Муравленко поступило сообщение из Муравленкоской городской больницы об оказании медицинской помощи местному жителю, обратившемуся с диагнозом множество и колото-резаные ранения, в том числе проникающим ранением грудной клетки и расценивающихся как тяжкий вред здоровью. Несмотря на наличие достаточных данных, свидетельствующих о совершении преступления, в отношении потерпевшего участкового полномочия полиции в МВД России по городу Муравленко необоснованно было вынесено постановление перед прокурором города о продвении срока проверки по указанному сообщению до 30 суток. После внесения в адрес начальника МВД России по городу Муравленко требования об устранении нарушения уголовно-процессуального закона 28 января текущего года было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 111 УК РФ подчинение тяжкого вреда здоровью. Ход и результаты расследования настоящего уголовного дела поставлены прокуратурой города на особый контроль. Прокуратурой города в соответствии с решением антитеррористической комиссии Муравленко проведена проверка исполнения застройщиками строительных норм и правил. Было установлено, что ООО «Север» нарушаются требования по поддержанию безопасности на объектах строительства микроорганизма номер 12. В частности, было установлено, что строительная площадка специально значимого объекта не имела ограждения. В связи с этим прокурором города в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 ст. 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность за нарушение обязательных требований специальных технических условий при строительстве. В настоящее время материалы направлены на рассмотрение Государственного строительного надзора Ямал-Анинского автономного округа. Это все, что мы успели рассказать в программе «Грани закона». Следующий выпуск смотрите в марте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова